Захватывающие сражения лучших команд мира возвращаются в StarLadderTV совместно с iLeague представляет новый сезон Star Series. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на лан-финал. Решающие сражения пройдут столицу Беларуси на площадке спортивного комплекса Минск-Арена. Готовым принять, ни много ни мало, 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона. Для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фон турнира вырос более чем в три раза. До 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star Series в DotaTV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих. Субтитры создавал DotaTV. 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 Ластбан. Я бы убрал, наверное, зомби. Что Туск плюс зомби это очень страшный оффлейн. Можно, конечно, еще и Кентавра взять. Тоже дабла очень страшная. Минус Рубик. Ну, пассивный саппорт такой. Не знаю, заехал бы он. Кажется, должен появиться какой-то То ли оффлейнер Типа зомби То ли агрессивный саппорт Типа того же Леона и так далее Ну посмотрим Имперцы, последний пик 20 секунд бонус тайма всего остается Призадумался резолюшн 15 секунд Давайте зомби Зомби, зомби, зомби Ну не знаю, мне здесь нравится Появляется Найт Сталкер Вот он, агрессивный саппорт Или агрессивный оффлейнер Но мне почему-то кажется, что Виверной хватит Охранять Лансера И Тускар Найт Сталкера будут чуить вдвоем Бороться с ними трудно Бэйн очень уязвим для Найт Сталкера Потому что худенький Я если закрываю сайленсом То и брейнсап Ну что, 25 секунд Ответ по Найт Сталкеру Что-то потолще лучше брать Леон сейчас, наверное, не особо подходит Потому что с Войда Найт Сталкера Половину здоровья будет терять моментально Если еще копье какое-то прилетит То этот труп ходячий И это... Спирит Брейкер Да, берут Жердя Берут пацана Которому Найт Сталкер Не особо-то и страшен Ну это правильный выбор Опять же, инициация неплохая Если вдруг доберется Такого-то Шадоу Блейда Если понадобится Против Куин оф Пейн Может врезаться И верную просто ее фокусить Ну что, смотрим Разбирают героев Ну пока что имперцы По большей части Альтернаита так не торопится Напоминает, что это 1-0 В пользу Team Empire 5 секунд ремейнинг Ну что, поехали Надеюсь, начнем не с паузы Нет, начнем с паузы Конечно же Это самое интересное, что может быть Подключаются потихонечку игроки Почему-то сбилось После отключения света Управление И ускорение карты Да, ждем Альтернаита такс Два игрока, я так понимаю Отошли куда-то в ФК Люди жалуются, что одни и те же герои Надоедает смотреть Ну, как бы мета Есть мета Есть узкий круг героев Которых используют постоянно Для того, чтобы использовать что-то другое Надо либо очень много это тренировать Либо рисковать Ну Не тот случай, по-моему Когда имперцам надо рисковать Потому что состав Не сыгранный Постоянно меняется И проще играть теми героями Которыми умеют Которыми наигрывают И старыми связками Мало кто экспериментирует Никто не хочет брать новых герри Есть ланцер Есть герокоптер Хорошо фармят Антимага вот сейчас перестали пикать Потому что против него научились играть И стараются заканчивать игру Там до 30-й минуты Пока антимаг еще Весьма криповато выглядит Из батюри блинкается по лесам Соответственно Антимаг практически Из меты выпал Ну вот эмбер Шатка очень Туда-сюда Он как бы и мидер иногда используется Как керри Все больше его Энвин и Зилей не используют Ничего не писали В чате Что случилось Нет Ничего не писали Просто не могут Приконнектиться Да вот Пошли знаки вопросов В чат Все друг у друга интересуются Точнее не интересуются Просто Возникают друг у друга вопросы Пошло оправдание От супримуму Мы же можем Небольшую паузу Использовать Ну можете Десятиминутная Пауза на устранение Технических проблем Всегда есть Правда Некоторые игроки Любят ее использовать Для того чтобы Сходить в туалет Налить водички В названии стрима Написано Вилат Можно его сделать погромче Нет Можно переименовать На Гандханта Иногда не надо будет Вилат Сделать погромче Алхим с БКБ вместо лансера Вот советую Да Алхим неплохо смотрится Он кстати Особенно без всяких Рейденсов Я считаю то что Если он соберет Хорошие айтемы Типа там Всяких Си Башера Ну то есть Хороший атак спид И хорошую атаку И при этом Забанить аппарата И какой-то сильный Бюрс дэмэдж Типа Лины Который может Вынести там С лагуны Большую часть здоровья ему И потом Зафокусить Пьюр дэмэджем Каким-то Алхимик Смотрится очень неплохо Особенность Он набирает слоты Намного быстрее Разгоняется По нетворцу Он может это сделать Если саппорт Грамотно сыграют Настакают Маленьких Пацанов В лесу Этих пацанов Забрать И алхим Потом при хорошем Саппортинге Просто будет Выносить Один в три Один в четыре И сделать ты ему Ничего не сможешь Потому что ты его Банально не пробиваешь То есть укрепиться По армору И хп немного И набрать атаки И алхим Становится Очень даже неплохим Ну что погнали Атен Лисах будет играть На Бэйне Суприм Инвокер Экзотик Дир Гирокоптер Роберт G9 Спиритбрейкер И ниша На Слардаре Тим Эмпайр Резолюшн Куин оф Пейн Ноуфир Винтер Виверна Флоу будет играть На Тускаре Вэпоне Найт Сталкер И Сайлент На Фантом Лансере Снова минус Гирокоптер Прилипло Горитм Мангу К курсору Тяжеловато Так играть Согласен Курьер Или крипа Загораживает полностью Го Продолжаем Итак Туск отправляется В сторону Оффлейна Здесь понятное дело Что будет Гирокоптер Интересно Будет стоять Туск Саленовы Или пойдет К нему Найт Сталкер Мне почему-то кажется Что Найт Сталкер Отправится к нему Что-то интересное Тут рисовалось Но не дорисовалось Но не дорисовалось Но не дорисовалось Да, вот Продолжается игра Наконец-то Обожаю ночные паузы самое интересное, что может происходить в ночной доте. Кстати, после этого матча, буквально, наверное, с получасовой задержки, а может быть и меньше, начнется уже StarLadder Америка. Я не знаю, кто будет ее комментировать, но кто-то будет. А уже завтра начнутся лан-финалы в Китае. Там будут CDC, LGD. Зароба должна быть очень-очень плотной. Начинаться она будет рано утром, поэтому перерывов между дотой практически не будет. Ну что, вчетвером на топ-руне. Стычки здесь, скорее всего, не будет. Да, селедка может стоять на хайграунде, посмотреть. Вдруг, мол, никто не придет, но кто-то по-любому придет. Тускар здесь в отца особо тоже не будет. Смещаются на ботом. В теории могут и подраться. Если будет сноубол, а тут шарды уже прокачаны. Видит Бэйна. Будет ли втыкать даггер. Подходит Night Stalker. Можно отрезать. Отрезает. Пошла верно. Arctic Burn. Поджигает. Ну и Spirit Breaker. Разгон пока ни на кого не клацает. Отпрыгивает отсюда. Квапа. Далеко пошел Spirit Breaker. Барага. Неужто просто дотыкает Night Stalker? Да, будет войт через буквально одну секунду. Есть замедление. Есть Fort Blood в исполнении. в аппене. И он погибнет от Геррокоптера. Стоило ли оно того? Наверное, стоило. Забрал First Blood. Успел купить себе что-то. Нет, ничего не успел купить. 420 на руках. Resolution досталась баунтируна. Приходит он в middle. То, что Геррокоптера чуть-чуть подкормили, это неприятно. Покупает сразу все грейжные стики. Что, смотрим дальше. И верно. Есть агрессивный вард на хайграунде. Сейчас попытается Бэйн помочь инвокеру поднабрать немного крипов, погонять здесь Resolution. Вот и минус Курьер. Погибает у АТН. Правда, в нем ничего не было, поэтому это не страшно. Ну, единственное, что мидеру долго что-то приезжать не будет. Замедление. Понишен. И что он сделает? Ничего. В Каченстан. Да, Найтсталкер может гонять за счет того, что у него 5 армора и пробить его очень трудно. Проблема здесь снова у Бэйна. И Бэйн, по-моему, опять отправляется в таверну. В рейнцап у него нет. Да, погибает инвокер. Приходит, да, тыкает ливи Верну. Но Ферн, наверное, отсюда не уходит. Буквально еще пару тычек остается. Пошла последняя тычка. Уйдет ли отсюда Суприм? Вот что вам просто. Будет даггер через секунду. Запрыгивает Квапа наперед. Втыкает даггер. Слипа здесь нет, только брейнцап. И это, судя по всему, минус инвокер. Дабл килл от Резолюшна на второй минуте. Неплохо. 2-0-1. Да, кстати, Бэйн продолжает разминать. Резоль еще решил Крепочков побить. И что Бэйн его просто заберет? Нет. Блинк аут. Этен сыграли 8 игр за Рейдент в этом патче. И проиграли 7 из них. Ну, что-то не задается у них за Рейдент. Хотя, я думаю, что это не страна. У них винрейт вообще в патче. Это мне поинтереснее Резолюшн. Запрыгивает вперед. Там есть Баунтиру. Но попытается с нее добраться Бэйн. Хоть что-то забрать. То, что слоу здесь есть. Разбудили Резолюшна. Но до Блинка еще 7 секунд. Поэтому добраться не получится до Бэйна. Спиритбрекер. В инвизи. Там, правда, проблемы сейчас будут у Ниши. Ниша пытается уйти. Вижен... Вижен есть. Вижен есть. Квапа здесь выживает. Еще и погибает здесь Бэйн каким-то чудом. А как он? А, он самоубийством. Он заслипался и умер. Окей. Не заметил. 4-2. В пользу Team Empire. Ну, итог будет понятен. Суприм. Третий уровень. Верно, может его немного прохарасить. Кстати, Резолюшн отправился на базу. Отпивается Ботлом. Есть ТП. Поэтому вернется быстро. Как дела на оффлейне? Тускар. Имеет 5 крипов. По XP. Третий уровень. Неплохо себя чувствует. Герокоптер 4-го. Ну, для оффлейнера это очень-очень хорошо на самом деле. Опять же, стоит под вышкой. Еще ласт хитит здесь. Довольно-таки много сейчас. Не заехал восьмой крип. Возрождается Курьер Сил Света. Наконец-то. Медлее. Клопа. Отблинкивается. Ну, не получается ее пока никак подцепить. Снова отпивается Резолюшн. Подходит сюда Найт Сталкер. Попытается, может быть, даже Бэйна подцепить. Войдом не вышло. Уходит Бэйн. Резоль, Резоль, Резоль. По крипам. 10 на 6. 2 на 6. У Резоля огромные проблемы с Крипстатом. Он практически ничего не добивает. Да, у него имеется 2 кила, но при этом по Нетворце, я думаю, не так уж он сильно и ведет. Да, действительно, он одинаковый практически с Индекером. С Ласт Хитом проблемы. Есть руна дабу дэмэджа. Слардар отпился. Забрать его здесь не выйдет. Найт Сталкер. Первая ночь. Есть Фейзы, поэтому сручники он будет тыкать очень больно. Правда, что Герокоптер, что Спирит Брейкер толстые парни, их затыкать вряд ли получится. Инвокер, наверное, попроще. Таргет будет. Есть Слоу. Слардар уже 5 уровня. Вшел станчик. No Fear. Слардар. Копье. Есть Слоу. No Fear отсюда уйдет. Также уйдет отсюда и Слардар. Спирит Брейкер. Разгон. Вепени. Пошла Барага. Вепени. Убежит, скорее всего. Сейчас Фейзат катится, он их еще раз прожмет и просто тикнет квопа. Прыгать не будет. Четвертый уровень только. Хотя здесь Сноубол. Катились. В это время Вивер на топе погибает. Будут и Шарды. И Шарды отрезают. Получает даггер. Слип. Пошел. Барэйдж. Во время Слипа работает. Резолюшн. Разбудил. Снова заслипали. Брейнсап по Флоу. Погибает здесь Герокоптер. Но и Флоу, конечно же, не уйдет. Есть килл от Инвокера. В итоге мидеры заработали по одному киллу. Пошел Абуз Батлача из No Fear. Кстати, No Fear кому отдался? Нейтральным крипом. А, ну, я думал, что это может быть Слардар какой-то халявный килл заработал. Но в итоге нет. Это нейтральный крип. Оресоль. Скоро шестой уровень. Будет Соник Вейв. Можно будет какой-то выпад на Инвокера сделать. Всего 700 хп. Олд Снэп. Слардар. Остановился на пятом уровне. До сих пор нет Амплифай Дэмэджа. Подходит Бейн. Пошел Слип. Есть разгон в это время в Фантом Лансера. Дуплиган к единичку вкачан. Но, наверное, его не отпустят. Да, конечно же, стан от Ниши. И в это время еще и погибает Квапа. Да, возможно, и не отпустят здесь Инвокера. Шарды. Килл достается Виверни. Третий уровень Аплица. В любом случае, размен 1 в 2. Здесь, правда, показано 1 в 1. И даже в бонус для Империи. Гирыч. Получает даггер в спину. Пытается улететь. И секунду будет тэп-аут. Нужен Вижн, чтобы катиться с Ноуболом. Так и Гирыч просто улетает. Да, сбить нечем. Фантом Лансер на топе. Топорик, Аквилла, Манго, Сапог и Грейжный Стик. Возможно, придется собрать Брейсер. Набрать какой-то толщины, чтобы уходить из таких передряг. Слардар очень хочет получить 6 уровень. И Экспинг у него сейчас рядом с вышкой будет идти. Поэтому он его получит. Есть 6. Есть Amplify Damage. Теперь с Лансером немного проще спрятать. Справится. Резоль отпрыгнет. Ли. Попрыгивает из ЕМП. А мог бы погибнуть. Верно, 4 уровня. Инициации пока нет. Найт Сталкер собрал себе урну и купил еще Лорбу Феном. Кстати, очень хороший Нетворс. Четвертое место по карте у Найт Сталкера. Для саппорта показатель вообще идеальный. Разгон Миддл. Резоль. Есть Колд Снэп. Есть Торнадо. Но это минус Резолюшн. Очередная Смерть. Есть сюда АТП. Но подцепить, наверное, не получится. Да, может Найт Сталкер ломануться. Толку в этом нет. Потому что тут уже разгон откатится через секунду. Ну и в итоге 600 золота. Сайлант. Есть 6 уровень. В теории можно леса поформить немножко теперь. Если на лейне будет совсем туго. Вроде как Виверно его охраняет. Поэтому все должно быть хорошо. Эмплифай дамочный крипа. Есть Слоу. Стан. Виверно не падает. Попытается забодиблочить. Не получается. Потому что на спринте. И в итоге уходит отсюда Слардар. Найт Сталкер несется в спину. Не успел отпиться здесь Слардар. Сейчас будет встреча. Спирит Брейкер отталкивает вэпени. Знает о том, что Спирит Брейкер сюда несется. Ну и Спирит Брейкер в итоге отменяет разгон. Что еще? Все еще хочет выйти? Я думаю, уже не стоит. Резоль. Увидел. Есть Лип. Есть ЕМП. Без маны остается Резолюшн. Стиков у него нет. Ботлом он вряд ли успеет отпиться. Поэтому это очередной фраг на мидере Тим Эмпайр. 7-6. Что, Спирит Брейкер бежал на всякий случай? Он здесь не пригодился. Он здесь не пригодился. Да. По-моему, тут Найт Сталкер чувствует себя намного лучше мидера. Ну и весь расчет здесь будет на Сайлента. Я бы на их месте играл прямо сейчас на него. Сайлент 1400 на руках имеет. Это, скорее всего, будут Тревела. Но не помешали бы ему еще статы. То есть барабанчики какие-то можно собрать. Барабаны появляются у Инвокера. Десятые минуты. Физынул Тарисман, барабаны, грыжный стик. Топ-1 Найт Ворса. На 5 сотен обходит даже керри команды Тим Эмпайр. Чувствует себя великолепно. Не пошел, а всякие мидасы и прочую гадость. Собирает сразу статы. То есть защищается от каких-то потенциальных гангов. Допустим, Квапа его теперь в соло вообще никак не разбирает. Ни при каких условиях. Тут 1100 хп, и при этом хп реген очень хороший. Сорян. ТП-аут отрезали. Он на ботом сбивает Сторнадо. Здесь минут уже Геррокоптер. Роберт что-то мансит. Разгон будет только через 5 секунд. Нет у него ни стиков, ничего. Очень сильные слоу. Под сейв ТП. Шардами в итоге добивают. Будет ли Слип? Не будет Слипа. Вокер сбил, конечно, ТП. В итоге драка все равно закончилась в пользу Тим Эмпайр. Воткнули Дайгер в Суприма. Не стесняется получать дэмэдж. Резоль получает Кулд Снэп. Надо упрыгивать отсюда. Да блинка, ты еще 5 секунд. Неужели еще тычка будет? Это снова килл медиа. При этом в соло от инвокера. Резолю надо быть аккуратней. А Сайланд хватает маны на Дубль Ганг. Подэмплифаем. Много дэмэджа залетает, поэтому надо отсюда уходить. Летит Курьер. Вот он рецепт на Трэвла. По общим графикам Тим Эмпайр ведут 1000 золота по XP. Около сотни. Это вообще можно не считать 1000 золота. Это тоже немного разгон в Middle, в Эппене. Получает станс перед Брейкером. Ультимейта нет, поэтому дальше врываться он не будет. Пошла искусственная ночь. Как дела у Гирыча? Гирыч четвертый по Нетворсу. Чуть-чуть отстает от Найт Сталкера. Выход в спину с Лордару. Есть небольшое слоу, но тут включаются сразу спринты. Просто уходит. Туск идет в Мекку. Баклер уже имеется. Да, у Гирыча не так много подригин на кого-то, только манга есть. Поэтому его можно здесь харасить, и в итоге он останется лоухиповый, или его заставят просто уйти. Инвокер. Тысяча в том руках. Сейчас будет смок, я так подозреваю. Да, есть смок от ITN. Идут искать кого-нибудь. Скорее всего пойдут на Лансер. Это самый необходимый таргет, который нужно убивать. Руны нет. Байтить будет на себя, скорее всего, с Лордара. Неплохо бы повесить Amplify Damage, чтобы развести на Дуппельганг. Тепаут. Успеет ли сделать? Да, успевает улететь отсюда с Травелов. Тут ответный смок от Team Empire. Тоже пытаются кого-то найти в чужих лесах. Никого здесь нет, и возможно это станет превратиться все это дело в пуш. Но инвокер смещается назад в middle. Наглеет здесь Резоль. Знает то, что у него хоть какой-то подсейф рядом имеется. Инвокер, я так подозреваю, пойдет в ворчет. В middle. Выход. Резоль. Успевает отпрыгнуть. Ну, тут Бейн как-то... Он слип на что-то потратил. Экзотик получает кюрсу. Кюрс. Киллдаун. Успел откинуться. Стиков больше нет. Но в атаку больше не идет. До даггера совсем чуть-чуть. А не хватает очень сильно финсгриппа. Найтсталкер пытался еще найти. Пошел слип на ланцера. Что дальше делать? Ультимейт. Спирит брейкер. Будет ли колд снэп? Ну, в итоге уходит дуплигангом на хэкграунд. Найтсталкер подошел. Инвокер. Начинает его просто грызть. Но сейчас далеко зашел на самом деле. Под спринтом могут и догнать. Есть слип. Брейнсап также имеется. Пошли шарды. Отрезают Найтсталкера. Пошел Брейнсап. Найтсталкер очень толстый. Баш с первого удара проходит. Пошло еще торнадо. ЕМП есть. Под Резоль обуспевает упрыгнуть. И в итоге Резоль пытается отойти. Прожимаются барабаны инвокером. Я думаю, погоня на этом остановится. 200 единиц золота остаются с лордару до даггера. У Резоль был Соник Вейв. Но что-то он не рискнул кричать на селедку. Боялся, наверное, что дэмэджа не хватит. Ну и дэмэджа бы, кстати, не хватило после стиков. Инвокер 1600. По сути, на первый обливион стаф уже хватает. Но пока он его не тарит. Хотя это лишний дэмэдж. А, это даже будет Юл. Я думаю, Орчид будет против Квапы, но нет. Гирыщ, купил Морбид Маск. Выход. Вэпени. Будет ли врываться. Ну и отходит отсюда. Прошляпили момент. Когда можно было залететь. Можно добить чужие стаки, да. Так и происходит. Откатилась кюрса, поэтому можно синициировать. Найт Сталкер 8 урна. До сты нового ничего не появилось. Потихонечку просел он по Нетворсу. 3900 уже осталось. Инвокер 6300. Догоняет его потихонечку Сайлант. Сайлант тоже купил Морбид Маск. Сегодня это модно, я так понимаю, на Ланцера покупать Морбид Маск. Ну, понятное дело, что ты можешь фармить беззаботно Лиса, и тебя никто сдвинуть не может. Ты постоянно фуловый. За счет траволов смещаешься с лейна на лейн. Пошел разгон. Слардар. Это соло килл, по-моему, резолюшна. Скушал стики. Будет ли вгрызаться? Нет. Не получилось. No fear. Пошли тычки. Слардар попадает с танчиком. Щекочет Сайлант. Сайлант здесь, скорее всего, погибнет. Минус Сайлант. Очень агрессивно играют ITN. Упадет вышка на топе. Дефть ее вряд ли будут. Пытаются просто забрать в ответку ботам Т1. Минус вышка от Найт Сталкера. Здесь попытаются, наверное, подарить Герокоптеру. Фортификейшн. Дохнут пока крипы. Да, достается вышка к Герокоптеру. 1400. Доминатор можно купить. Уже прямо сейчас. Ну что, Слардар. Что, и Миндала дадут без боя? Ну, вижу, Лансер выходит. Финс Гриппа там пока еще нет 3-4 секунды. Лансер продолжает фармить. Слардар. Включает спринт. Застает Виверну. Будет ли Амплифай? Амплифай пока нет. Да и Вижена там, по-моему, не было. Да, он прочекали хайграунд. Хайграунд где никого нет. Инвокер с Юллом носится очень быстро. Барабаны Физы Юл. Разгон спиритбрекера. Втыкаются в Сайлента. Сайлент. Брейнса. Подсейвить. Есть Сноубол. Неплохая Кюрса. Ставится на Сайлента. Торнадо по троим. ЕМП взорвет. Отличный бласт от Инвокера. Как же он играет. Вы посмотрите. Просто с Допельганга уходит Сайлент. С разворота. Копьем. Летит Суприма. Суприму здесь не особо страшно. Уже минус 2. Гирокоптер где-то тоже страдает. Минус гирокоптер. В итоге минус 3. В исполнении Тим Эмпайр. Могут пойти еще в погоню. Но нет. Останавливаются на достигнутом. На самом деле, я думал, после такого торнадо ЕМП и бласта там уже имперцев не спасти. Нет. Выжили, огрызнулись. Бэн здесь на хосте, поэтому наглеет. Финсгрипп. На Сайлента. ЕМП. Есть подсейф от Виерны. Сайлент абсолютно без маны. Есть 2 стика. Торнадо. Не попадает по Сайленту. Допельганг на хайграунд. И в итоге просто уходит. Есть разгон на него, но я думаю, что Спирит Брейкер не пойдет до конца. Пора отменять. Куда ты ломишься? Да. Резоль тоже добирается до Юла. Снова разгон. Отпрыгивает Резолюшн. Я думаю, дальше не пойдут. Супримс по левую Виерну, но забрать не получится. Есть ТП еще на топ. Сайлент уже с Яшей. Видит Резолюшн. Заткнуть нечем. Вышка медленно, скорее всего, упадет. Я думаю, Геррокоптер с Бэйном ее допушат. Подходит новый пак крипов. Если что, 3 охранника сверху стоят. Ворваться здесь не выйдет. И Найт Сталкер сделать ничего не сможет. Минус вышка. Снова достается Геррокоптеру. И что-то к нему уже летит. Это Огрклап. Но он пойдет в стандартный Блокинг Бар. Блокер приходит на ботом. Вышка здесь немного покоцана. Но самая малость буквально. И попытается ее похарасить. Отличное себя внимание. Подходит сюда к вопа. В соло инвокеру ничего не делает. Разгон в миддл. В вэпене. Получает стан. Есть ультимейт. Пошел ультимейт. Бэйн тут же нажимает финс грипп. Должен быть кюрс на нее. Есть кюрс. Пошел киллдаун. Но Бэйн здесь погибнет. Бэйна смели. Бэйн еще воп крипу. И минус Т1 в миддле. Что-то останется она, я так понимаю, лансеру. Если флоу, конечно, не заберет. Гирыч. Просто сматывается. Нет, в итоге крипам досталась вышка. Тут же идут на Т2. Не стесняясь. Вроде у лансера особо немного артефактов. Пока Яша травела акрила. Оно очень сильно давит сейчас. Сноубол. Просветки здесь нет. Пошли шарды. Теперь брейкер. Врезался. Ультимейта здесь нет. Есть дасты. Увидели инвокера. Поднимает себя пока что в юлу. Пытается выжить. Но не получится, да. Ну вот заиграли имперцы. Преимущество порядка 3000 по золоту. 3500 по экспириенсу. Слардар. 1400. Может быть форстафик? Или созданную выживаемость? Может быть БКБ тоже стоит собрать? Ну перцы. Собрались на ботами. Есть Соник Вейв. Роберт. Готов разогнаться. Чейнмол в кармане. Это может быть как медаль, так и блейдмейл какой-то. Пошел разгон на ботом. Разгон в резолюшн. Торнадо заивейдил. Ну и все. Разгон останавливается. Суприм. Ставится Кюрса. А продолжение какое-то будет? Никакое. Странный ультимейт от Виверны. Пойнт Бустер появляется у резолюшна. Ну аганим здесь не помешает на самом деле. Если конечно это будет аганим. Диффуза практически готова. Два блейду фалакрити. Жад покупается рецепт. Остается робов зе мейдж. Это копейки на самом деле для фармящего фантом лансера. Аганим у Найт Сталкера. Вижена огромное количество. Стоит с каким-то гемом обзавестись и лишить вижена. Энеми. Резоль. Есть Соник Вейв. Попадает. Буквально одной тычки не хватает. Жадь бы сейчас. Хоть что-нибудь. Но не получается. Финс Грипп. На Резоля. Летит сюда No Fear. Получится ли подсейвить резолюшна. Пока не дотягивается. Да. Спирит Брейкер ломает в итоге с ультимейта. Пошло Торнадо. Успел кинуть копье. Доппельганг. Очень много его здесь. Шарды поднимают в Юл. В итоге наверное Сайлент отсюда уже не уйдет. Да. Слишком мало здоровья. Пытается уйти. На нем висит ракета. Еще тычка. Доппельганг через секунду. Не хватает. Этой секундочки. Но Найт Сталкера здесь не догнать. Минус 3. От Эйти Эн. Вразмен на одного Слардара. В какой-то момент остановилась и верно. И даже не стала пытаться сейвить резолюшна. Что мне показалось странным. Может быть решила, что ему там уже не жить. В итоге 2,5 тысячи для Эйти Эн. Практически все преимущество отыграли за один файт. 1400 на руках. Тускар. Это может быть даггер. Это может быть грифсы. Снова болт. Забирал крепочков. Гирич с БКБ. Собирает кашу. Ланцер успел добрать? Да. Успел добрать диффуза. Это уже неплохо. Фарм Эншентов. Резоль. Огр Клаб после Пойнт Бустера. Да. Выживаемость у него неплохая. Запрыгнул. Успел поднять фьюлу. Отличная реакция от Резоля. Можно еще даггер было воткнуть. Но побоялся. Мог бы быть Финс Грипп. Туск. Знает Дейн Вокер. Не успел нажать абсолютно ничего. Подходится Найт Сталкер. Погибает здесь Тускар моментально. Разгон Спирид Брекера. Врезается в Резолюшн. Он под Амплифай Дэмэджем. Поэтому Вижен есть. Но могут и не отпустить отсюда. Клдаун. Да. Загрызет его здесь Сайлент. Килл достается Резолюшн. Прожимает БКБ Гирокоптер. Испугался кучей теней. Ну что тут когда закончится БКБ. Переходит наступление Найт Сталкер. Сбивает Вайдом Тэп Аут. Не уходит отсюда Суприм. Поднимает себя в Юл. Соник Вейв. Отличный Патроим. Прыжок наперед. Еще и даггер. Ну это минус. Это минус 4 в исполнении Тим Эмпайра. Потеряли только Тускара. Отличная игра от имперцев. 1200 на руках уже Сайлента. Может добраться до какой-то Тараски. Может собрать Скади. Это не важно. Когда не будет хватать дэмэджа на Расказ. Чтобы его забрать моментально под Финс Гриппом. Будет мрак. А Резоль практически обзавелся уже Огонимом. Уже толстый этот Грипп. Уже толстый этот Грипп. Слардар вместо Форстафа выбрал путь Мидаса. Мидас интересный вариант. Разгон Мидал. Но Фьер может и погибнуть здесь на самом деле. Подсевить его вряд ли кто успеет. Пройдет ли баш. Сноубол. Засевили. Мекабанч. Вы посмотрите что происходит. Он еще с замедления. Тут больно. Роберту очень сильно. Заслипание Флоу. Но сделать ему ничего не выйдет. Резоль может еще прыгнуть на причать. Пошел Юл. Сбивает разгон Спирит Брейкера. Спирит Брейкер. ЕМП. Щекочет Резолюшну. Эх панчик бы дать. Но мана-то нет. Абсолютно никакой. Отличная Кюрсайя в итоге погибнет. Здесь Бейн 100%. Может быть еще и Суприма не отпустят. Отличная игра от Империи. Пересейвили друг друга как могли. Единственное что может быть Флоу не уйдет. Резолюшн. Пока есть подсейв. Минусы верно. Но тут поддавались. Зачем сюда вернулся верно. Непонятно. Погибает еще и Найт Сталкер. Дропает гем. Вот. Вопрос к СНГ командам. Вы идеально подрались. Засейвили кого надо было. То есть все выжили. Все разошлись. Сделали даже 2 кила. Пусть на саппортах. Но сделали. Просто. Разбегитесь. Ну да. Флоу бы стал жертвой. Это понятное дело. Что ему там деваться некуда. У него маны нет. Ничего нет. Хорошо. Акральные жертвы так скажем. Зачем нужно разворачиваться и драться. То есть в драке где убили двоих. И отдавали максимум одного. В итоге отдали троих. Ну еще и Рошана. Ланцер. Вгрызается его Робертом. Маны абсолютно нет. Стиков тоже. Можно еще и второго пожрать. Жрет второго. Сайлент. Уже слишком. Лупого пошел. Нужно разбудить иллюзии. Суприм поднимает себя в юл. Прилетает сюда Герокоптер. Пошел Дупельганг. Иллюзии сейчас сразу погибнут. Забили здесь конечно же Инвокера. Но в итоге тоже погибает Фантом Ланцер. Стоило ли оно того? Опять же не ясно. Инвокер погиб. Да. Он там с Медасиком и так далее. А то, что вот Герокоптер участвует в убийстве Ланцера, это нехорошо. Да. Ну и не стоит забывать про то, что теперь Аегис есть у Герокоптера. И возможно ЭТН сейчас будут собираться в пятером и пытаться драться. Резолюшн. Есть у нее разгон. Ну до конца не будет. Во-первых, есть юл. В Соло Спирит Брейкер никак не забирает. Через 10 секунд только резится Инвокер, который может помочь каким-то Санстрайкам. Поэтому разгон отменяется уже сейчас. Найт Сталкер. Видит Герокоптера. Кирса есть. Есть также рядом Тускар, но не рискует. Можно попушить ботом. Там Т2 стоит, причем еле живая. 714 хп у нее. Торнадо. Резолюш потерялся после этого торнадо. Намазали его урной. Спирит Брейкер. Поднимают юл. Шарды. Затыкают Сайлансом. Будет Ликер Сан. Не успел на эфир ничего поставить. Его просто сожрали. Есть Соник Вейв. Роберт. Пока живет. Урной выхилливый. Запрягает Резолюшн. Добивает его в итоге скримом. Бэппин отсюда, наверное, не уйдет. Попытается сожрать Бейна. Бейн заслипался. Нужно разбудить иллюзии. В итоге грызет Герокоптера. Пошел стан. Моментально сейчас осыпется иллюзии. Да, иллюзии осыпались. Добивают Бейна. Амплифай дэмэдж висит. Поднимает в Торнадо. Сайлант. Доппильганг. Скидывается Амплифай. Еще один стан. Сайлант. А видят настоящего. И снова минус. Это минус 4 в исполнении ATN на двух саппортов. Очень круто подрались. Не дропнули Аегис. Инвокер жив. У инвокера Плейт Мэйл. Армора. Куча. Из файта быстро ушел Резолюшн, как только раскистовался. Зачем остался Ланцер, неясно. Что прилетает? Тоже Плейт Мэйл. Скорее всего будет Шива. Включается от игры Резолюшн. Рот спрашивает, почему Эхо? А вот фиг знает почему. Почему-то иногда микрофон начинает заваливать. И дребезжать. Или звуковая карта. Непонятно. Сноубол. Забирают Крипчиков. В Даггер есть Тусика. Не пошел он в Грифсы. Верни нужен какой-то под сейв. Возможно это даже должен быть Глимер. Но Верни решает собрать Юл. Гирыч. Начинает под пуш. Найт Сталкер. Видит здесь Спирит Брейкера. Но нужен плюс один как минимум. Здесь кстати подцепили в итоге Резолюшн. Резолюшн. Минус Аегис у него нет. Он погибает. 63 секунды без Байбека. Возможно сейчас начнется активный пуш. Да, Лансер конечно неплохо дефает. За счет того, что у него тонны иллюзий. Шарты. Ну тут еще пока Аегис. Поэтому тратить какие-то силы на Гирокоптера не стоит. Заставить Гирокоптера убить бы Инвокера было бы неплохо. Шарты. Минус вышка. Стан. Не допрыгнул. В погоне за Вивер Найт Сталкером. Будет ли здесь Слип? Вижена пока нет. Может быть Бейна стоит забрать. Затыкают Сайленсом. Пошел разбег. Тут же прячется в Глиммер. Слип Найт Сталкера. Втыкаются. Лансер рядом. Спирит Брейкер. Тиммейт. Мгновенно минус Найт Сталкер. Еще Стан по двоим. Великолепный от Ниши. Ниша. Будет ли Амплифай Дэмэш? Флоу подцепили башем Гирокоптер. Есть Сноубол. Сюда падает. Кулдаун. В итоге сейчас будет еще Стан по двоим. Минус Флоу. Отличный ЕМП. Сайлент тоже погибает. Это минус 4. Байбэк от двух игроков в Эмпайр. Стан. Юлум заявлялся. Разгон будет через секунду. Резолюшн. Есть Вижен. Сноубол прокатился мимо. Роберт даже не стал нажимать разгон. Шарты мимо. Панч. Ниша отсюда просто уйдет. Потому что через секунду будет даггер. Да, отпрыгивает. Пошел Юл. Уходит в Инвиз. Провальная просто драка от Тим Эмпайр. Шарты. Лотус. В Сноуболе. Сидит. Выигрывает время. Отпрыгивает даггера. Великолепная игра. Аганим Плейт Мэйл. Да нет, ребят. Микрофон хороший. В том и дело. Порядка 15 тысяч стоит. Скорее всего придется поменять звуковую карту. Потому что там последнее время начала меня подводить. Раньше такого не было. Поэтому в ближайшие выходные выберусь. Поменяю звуковую карту. Бейн добрался до Глимера. Ну, Фиру тоже самое надо. Когда ему начинают фокусить, ему надо как-то избавляться от этого. Понятное дело, что когда висит Эмплифай, это не поможет. Но Симплифай нет. Неплохой способ подсевиться. Спиритбрекер. Снова разгон. Отменяет. Гирж, Демон Эйдж. Скоро будет МКБ. Блин, как же тяжело здесь будет имперцам. Преимущество УИТН уже 7500 по золоту. Также по экспириенсу. Нужно делать какие-то смоки. Вся надежда на фантом лансера. Новых слотов пока не появляется. По-прежнему Диффузамант оставил Морбид Трвела Аквила. Денег не так много. То есть в ближайшее время какого-то оверсильного слота, типа Бабочки или Тараски, тоже не появится, как из Кады. Что всего 1200 на руках. Пошел Смок. Пытаются подраться 5 на 5 или выцепить кого-то одного, типа Гирокоптера. Кстати, сейчас особо выгодно убирать, потому что он близок к МКБ. Гирыч. Тоск. Панч. Должен быть тут же Сноубол. Соник Вейв. Зафок Тетли. Да, Гирокоптер здесь скорее всего погибнет. Сноубол. Покатились. Тепаут. Сбивается. Ну и не уйдет отсюда, конечно же, Бен. Сейчас появится. Очень долго работал Глимер. Успел сныкаться в леса. Получает копье в лицо. Даггер. Дабл килл от Сайлента. И просто тут же разбегаться. Нечего здесь делать. Ну, теперь денежек прибавилось немного. 2200 на руках у Сайлента. Неужели еще есть Лордара подцепят? Юл. Резолюшина втыкается в его же Даггер. Инвокер. Колд снэп. Вэпени. Алоха погибает. Резоль тоже отсюда не уйдет. Ну, неплохо вкатился здесь, конечно, Тоск. И он тоже не уйдет. Есть Кирса. Подходит сюда Сайлент. Ловит Торнадо. Возможно, даже зафокусит здесь Слордара. Снова Стан. Снова Юл. Сбить нечем. Один прыгает с Даггера. Инвокер. Метеор. Сайлент его продолжает грызть. Вот Инвокера, может быть, и сгрызут. Хотя у него такой бешеный мувспид. Объем минус. И опять, идеально начатая драка от Империи, когда минус 2 они делают на ботами, без проблем, без разменов, без всего, потом превращается в какую-то фигню. Почему? Вообще не ясно. Наверное, почти готов Форстав. Подозреваю, что будет Юл. Нет, Форстафик. Финцгрипп на Сайлента. Есть разгон. Ультимейта пока нет. Клдаун. Хватает Лимана на Допельганг. Хватает, но прыгать некуда. Он просто под урной запрыгивает на хайграунд. Урна сбросилась. И верно, должна подсейвить. Баст, но брейнца. Pure damage. Шансов подсейвить не было. 100 секунд без Сайлента. Рошан опять же упадет в копилку. ATN. Что-то Amplify damage. Он сейчас накидывает все еще дабл дэмэдж у спирит брейкера. Вот он Amplify. Рошан начинает очень сильно страдать. Могут пытаться подефать, конечно, но я думаю, что ничего не выйдет. Без Сайлента точно не выйдет. Вообще не ясно, чего бояться сейчас ATN. Байбэк от Сайлента и то, что он быстро здесь окажется. Пошел Смук. Глимер. Прыжок. Стам по троим великолепный. Просто будет ли сюда торнадо? Пока торнадо нет. Спирит брейкер. Разгон по троим. No fear. Пошел калдаун. Как же здесь больно империи. Сноубол. Это здесь никак не спасет. Снова станет Слордара. Погоня. Торнадо. Тусик здесь тоже погибнет. Мне почему-то кажется, что это good game well played в исполнении ATN. Потому что тягаться здесь уже не получится. Преимущество будет порядка 15 тысяч после убийства Рошана. Можно было даже сейчас пытаться зайти на хайграунд. Но вот решили укрепить свое состояние Аегисом. Да, вот у Наегис хватает на МКБ. Крипы рядом с хайграундом. Можно каких-то тусиков пытаться развести на байбэк. Соник вейв. Стан. Резоль. Ультимейт там нет? Он не нужен. Минус резолюшн. Байбэк у него есть. Байбэк у него есть. Но мидл, я так подозреваю, теряю. Да, пока СТ2 на топе и на ботами. Неверно. Кюрса. Зафокусит Бэйна. Пошел киллдаун. Разгон. Моментально сбливают иллюзии. Но нужно уходить отсюда как-то с Лордару. Пока его грызет именно Лансер. Торнадо попадает не по всем иллюзиям. Запрыгнул Резоль. Пока что еще Аегис. Прожимается Блэк Кингвар. Не знает, кого грызть на самом деле. Но вот нашел таргет. Наконец-то. Прожимается Флэк Кэнон. Дэмэдж пошел по всем. Просто достреляет к крипам. Имперцы просаживаются очень-очень сильно. Стан снова по-троим. Байбэк от Лансера. Байбэк. Стан совсем скоро. Санстрайк. Там же есть Вижн. Резолюшн. Запрыгнул под башек. Сотик Вейв минус без Олюшн. Это ГГ. Лансер в соло не задавает. Действительно. ГГ пишет. Алоха Дэнс. 1-1 становится счет. Этиэн. Равняются по картам. Великолепная игра от Этиэн. Очень круто врывался Слардар. Его стоит отметить. Что ж. Уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу. После которой вернемся и продолжим наблюдать за третьей решающей картой. Продолжение следует. Продолжение следует...